Телерадио компания Гродно продолжает свое вещание и сейчас время информационно-аналитической программы «Открытый вопрос». В студии сегодня работает Ольга Максимчик. Всем добрый вечер. О налоговых поступлениях за первые пять месяцев текущего года, о предварительных итогах выполнения доходной части бюджета области, а также о продолжающейся процедуре сокращения налоговой нагрузки. Эти и другие темы мы сегодня запланировали обсудить в прямом эфире. В гости студии Семашка Лидия Михайловна, начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гроднинской области. Добрый вечер. Здравствуйте. Констатируем, что зачеркиваем последние дни мая месяца. Давайте будем говорить сегодня в прямом эфире. Именно с этого начнем вопрос о наш разговор. Если мы говорим о налоговых поступлениях за пять месяцев текущего года, как складывается выполнение этой части? Ну, что хочу сказать. В народе говорят, что налоги в казне – порядок в стране. Поэтому, безусловно, каждый из нас понимает, что чем больше налогов в бюджете, тем больше выполняется программ социально-экономического развития области, республики. И если говорить, то недавно, только в этом месяце, были подведены итоги социально-экономического развития области. Безусловно, говорилось о тех сложностях, о той сложной экономической ситуации, которая сложилась на отдельных предприятиях. Наблюдается некоторое снижение темпов роста выручки от реализации продукции, конечно, снижение фонда оплаты труда. Значит, некоторое предприятие работает с убытком. Безусловно, все это сказывается на доходной части бюджета. Вместе с тем я хочу отметить, что как за первый квартал, так и за пять месяцев текущего года доходная часть бюджета выполнена, как консолидированного, республиканского и местных. В том числе сложились и положительные темпы налоговых поступлений по местному бюджету. Ну, конечно, хочу сказать, что по-прежнему основная доля налогов – это предприятия и организации более 95%. Физические лица и индивидуальные предприниматели уплатили чуть-чуть больше 4%. В этом уже отчетном периоде. Ну, не случайно я в начале разговора вспомнила о выполнении доходной части бюджета. И в этой связи следующий вопрос. Бюджетообразующие организации, безусловно, всегда к ним пристальное внимание. Как они работают, как у них идет выполнение плана, соответственно, как идут налоговые отчисления. Давайте, может быть, в этом году, уже вот этот предварительный итог этого года, вспомним этот список бюджетообразующих организаций. Кто входит в этот список и каковы у них отчисления, как складывается их в выполнении бюджетной части? Ну, что хочу сказать. Министерство межугодно доводится области количество бюджета образующих плательщиков и их перечень. Ну, что хочу сказать. Конечно, безусловно, самое главное, что сегодня доведено 16 бюджетообразующих плательщиков, перечень составляет. Но вместе с тем они уплачивают 55% всех доходов бюджета. И, конечно, с гордостью могу говорить сегодня о таком плательщике, как Гродненская табачная фабрика, которая вносит 36% дохода бюджета. Значит, кроме того, это Гродная Энерго, это предприятие Акционерного общества Лицкое пиво, это Гродненский ликероводочный завод, значит, это Облгаз. То есть продукция этих предприятий, она знакома всем гражданам. Кроме того, в этот перечень входит известное предприятие Конте. Среди строительной отрасли это предприятие Гродно Жилстрой, это Красноселькс, стройматериалы. Даже Белогропромбанк тоже входит, значит, в перечень крупных налогоплательщиков. Поэтому, безусловно, правильно, как вы сказали, важное внимание, пристальное должно уделяться именно этим плательщикам, потому что они вносят особую лепту в доходную часть бюджета. Ну, наверное, будет справедливо сказать, что этот список, основной список бюджетнообразующих организаций не меняется с года в год. Вы называете эти предприятия, и практически в прошлом году этот список был таким же. Ну, я хочу сказать, он немножко изменяется, потому что на отдельных предприятиях меняются какие-то ситуации, какие-то инвестиционные проекты, какие-то проходит модернизация, реконструкция. Поэтому получаются какие-то налоговые льготы, поэтому перечень немножко изменяется. Ну, если мы говорим о бюджетнообразующих организациях, в каком-то смысле и градообразующих организациях, то давайте поговорим и о малом бизнесе. Его роли в выполнении доходной части бюджета? Ну, что, если говорить о малом и среднем бизнесе, то это 20% доходной части бюджета. Следует констатировать, что немножко удельный вес доходов упал по сравнению с прошлым годом. Но этому есть объективные причины. Вместе с тем я хочу сказать, что, конечно, безусловно, важным является декрет 6, согласно которого субъекты хозяйствования, которые зарегистрированы в сельской местности, они сегодня имеют право не платить отдельные виды налогов, то есть имеют налоговые преференции. Кроме того, изменился порядок уплаты налогов и индивидуальными предпринимателями, которые уплачивают единый налог, они на сегодняшний день не уплачивают двойную ставку налога на добавленную стоимость, если отсутствуют документы на приобретение товара. Конечно, безусловно, это все сказывается на поступлениях в бюджет, но вместе с тем я хотела бы отметить, что на сегодняшний день в средствах массовой информации, особенно в мае месяце, очень активно обсуждались документы, декрет, проект декрета президента. Он был размещен на правовом портале нашего государства, и все граждане могли дать предложение по ряду законодательных документов. Это, как я уже сказала, декрет об устранении излишних требований к бизнесу. Кроме того, это указ президента о развитии ремесленной деятельности, экотуризма. Это изменение в указ президента 510 о совершенствовании контрольной деятельности. Это изменение в указ об осуществлении деятельности физическими лицами по заявительному принципу. Это изменение в указ о лицензировании, и, конечно, безусловно, все граждане принимали активное участие в направлении предложений по совершенствованию этих документов. Эти обсуждения проводились до 12 мая, поэтому, наверное, скоро мы увидим уже вот эти документы. Они будут подписаны президентом, и в этих документах очень много таких требований, которые устранены для того, чтобы условия бизнеса, работы бизнеса улучшить значительно. И, значит, активизировать предпринимательскую инициативу, и, безусловно, улучшить взаимодействие государства и каждого субъекта хозяйствования. Ну что ж, идет у нас 10-ая минута нашего эфира. Я напомню телезрителям, что мы ждем СМС-вопросы и сообщения на Вайбер по номеру телефона 1451040. Еще раз номер телефона 1451040. Это номер телефона для сообщений на Вайбер и СМС-сообщений. Но все вышесказано, Лидия Михайловна, наверное, говорит, ярко говорит о том, что в нашей стране продолжается работа по сокращению, уменьшению налоговой нагрузки. И ведь можно в этой связи говорить о том, что вся эта нагрузка сокращается в том числе. Мы получаем стимулирование развития бизнеса как в стране, так и в регионе конкретном. Это планомерные шаги, которые предпринимаются. Что еще можно ожидать в ближайшем будущем? Ну что хочу сказать. Во-первых, ежегодно международные эксперты подводят итоги развития бизнеса в стране. И показателя, в том числе по разным позициям, в том числе по показателю налогообложения. И это очень важно. Потому что мы сегодня понимаем, что инвестор идет именно туда, где привлекательная система налогообложения. На сегодняшний день я хочу с полной уверенностью сказать, что сегодня наша система налогообложения соответствует мировым стандартам. Не отличается ничем. И те налоги, которые уплачиваются, они безусловно не вводятся. Никакие новые налоги. Улучшается администрирование налогов. Таким образом, все способствует тому, чтобы сокращалась налоговая нагрузка. Но вместе с тем, немножко в этом году мы отодвинулись по показателю налогообложения. Это в основном связано за счет того, что в нашей стране очень высокие проценты отчислений фонд социальной защиты плательщиками. Ну и кроме того, основной важной проблемой является то, что налог на добавленную стоимость плательщикам возвращается в месячный срок с момента принятия решения налоговыми органами. Поэтому международные эксперты именно обратили внимание на эти моменты, над чем, конечно, наше государство будет работать. Безусловно. Ну, можно говорить о том, что все предпринятые шаги как раз-таки и способствуют тому, что эксперты меняют свое мнение, что ранее проведенный анализ и экспертиза в нашей стране говорила о том, что наша налоговая законодательность – одно из самых сложных. Предпринимаемые шаги говорят о том, что ситуация меняется и все упрощается в сторону упрощения. Ну и если мы говорим с вами о налоговых поступлениях, я бы хотела сейчас задать такой вопрос. Как налажено взаимодействие налоговых органов и, например, кредитно-финансовых учреждений? Как складываются отношения? Вы знаете, это сегодня очень важный вопрос, потому что сегодня все денежные потоки осуществляют через финансово-кредитные учреждения. Я хочу сказать, что работа, которую проводит налоговая инспекция, она очень значительна. Сегодня мы взыскиваем более 6% поступающих налогов в бюджет. Ну, сам процент, 6%, он ни о чем не говорит, но я хочу сказать, что если, например, 27 тысяч предпринимателей заплатили за 4 месяца 15 тысяч налогов, то налоговые органы принудительно взыскали 29 тысяч налогов, поступили в принудительном порядке. Но вместе с тем, что я хочу сказать, что, конечно, безусловно, взаимодействие осуществляется в автоматическом режиме, по системе клиент-банк. Сегодня мы формируем платежные требования, например, на то же взыскание дебиторской задолженности, они автоматически выгружаются. Причем я хочу сказать, что каждую секунду практически в целом, мы в целом за год, например, налоговой службой выставлено почти 6 тысяч платежных требований. То есть каждую секунду, 4 секунды формируется платежное требование. Поэтому, конечно, очень важным моментом является то, что, например, на сегодняшний день банки формируют 6 раз на день выписку о доходах поступающих, доходы республиканского и местных бюджетов. То есть программное обеспечение срабатывает таким образом, как только денежные средства поступили в бюджет, сразу отзываются платежные требования со всех других счетов. И это действительно упрощает работу налоговых органов. Конечно, безусловно, бывают сбои в программном обеспечении. Не всегда четко работает программное, бывают ошибки, но вместе с тем это позволяет своевременно взыскивать налоги и не допускать, чтобы, например, поступили налоги с разных счетов, и они значительно превышают сумму задолженности по налогам. Вот это очень важно на сегодняшний день. Мне кажется, интересный и вопрос следующий. Гродничина, тот транзитный регион, где есть огромный автопоток, не говоря о том, что Гродно, непосредственно Гродно, называется самым автомобилизированным городом нашей страны. Так вот, может быть, давайте разберемся с теми поступлениями, которые и куда идут, которые и куда идут, что собирает компания, обслуживающая в системе Белтол, и те отчисления, которые платит любое физическое лицо, например, проходящий техосмотр. Какая, может быть, часть остается в нашем регионе, и на какие средства, может быть, израсходованы такие поступления? Ну, я хочу сказать, что государство вводит те или иные налоги и сборы, исходя из экономических процессов, которые проходят у нас в республике. В частности, очень часто действительно физические лица задают такой вопрос, зачем и почему. Ну, в самом деле, я хочу сказать, еще пять лет назад где-то наши юридические лица платили 1% от выручки в дорожные фонды, поэтому денежных средств в республике было достаточно для проведения ремонта, эксплуатации автомобильных дорог. Поэтому эти отчисления были заменены, и, конечно, нужен был источник для того, чтобы поддерживать именно дороги местные именно в надлежащем состоянии. Поэтому и был введен сбор, значит, при прохождении за допуск, он правильно называется, сбор на допуск транспортных средств в движение. До прошлого года 100% этих денежных средств поступало в доход на местных бюджетов, и, конечно, они использовались для строительства и ремонта местных автомобильных дорог. С этого года все средства зачисляются в республику, и от всех денежных средств, которые поступают в республику, 36% поступает в область. Поэтому это источник ремонта и строительства автомобильных дорог. Безусловно, что касается трассы М6, то сегодня это средства как республиканского бюджета, так это деньги Евросоюза, которые и деньги, которые выделяются банком реконструкции и развития. Поэтому хотим ходить и ездить по хорошим дорогам. Значит, безусловно, нужен этот источник дохода к бюджету. Ну и если продолжать разговор, то давайте вспомним о созданной в нашей стране системе контроля кассового оборудования. Система работает, разработана, внедрена. С какими сложностями пришлось столкнуться налоговым инспекторам при внедрении этой системы? И, может быть, давайте пройдемся о тех плюсах, которые дает эта система. Вы знаете, что правительство уже давно ставило такой вопрос об установлении средств контроля налоговых органов. Это дало сразу же положительный эффект. То есть это процесс внедрения средств контроля. Он проходил несколько этапов. Первое, их устанавливали на автозаправочных станциях. Это более 350 средств. Кроме того, дальше автомобили, такси 790 их установлено. Я хочу сказать, внедрение этой системы показало, что увеличилась выручка от оказания услуг нашим гражданам. О чем это говорит? Что все-таки информация об оказанной услуге фиксируется в средствах контроля налоговых органов. И, безусловно, сокрыть эту выручку от налоговых органов невозможно. Поэтому, когда садимся в такси, в любое транспортное средство, должны спросить. А почему не включили средства контроля налоговых органов? Тогда таксист, безусловно, возьмет денежные средства только с вас. Согласно. Таксометра. И ничуть не больше он должен это сделать. Поэтому давайте будем все очень принципиальны в этом отношении. Значит, что касается на сегодняшний день, то такое средство контроля должно быть установлено в торговых павильонах, у которых площадь составляет более 650 метров. Графики составлены, но есть проблемы. Они на сегодняшний день не выполняются. Я думаю, правительство все-таки с учетом финансового состояния субъектов хозяйствования продлит сроки установки средств контроля в торговых объектах. А какие ожидания связывает налоговая инспекция в связи с внедрением, например, электронных счетов фактур? Ведь это тоже, скажем так, и уже не новинка в нашей налоговой законодательной базе, но все же ее преимущества, давайте еще раз, может быть, обсудим, и недостатки. Ну, что хочу сказать, что говорить о каких-то особых результатах еще немножко рано. Потому что только еще с января месяца практически все субъекты хозяйствования стали формировать электронные счета фактуры. Но вместе с тем хочу сказать, что это мировой опыт. И первое, что преследовали, значит, Министерство по налогам и сборам, внедряя вот именно электронные счета фактуры, это уменьшить количество выездных налоговых проверок. Потому что, значит, это касается особенно тех субъектов хозяйствования, которые работают на экспорт, которые применяют нулевую ставку налога на добавленную стоимость. Поэтому налоговым инспекциям, прежде чем вернуть налог на добавленную стоимость, нужно в первую очередь проверить субъекты хозяйствования. Это практически ежемесячно. Поэтому это позволит, во-первых, делать камеральные проверки, значит, субъектов хозяйствования не выходить на выездные налоговые проверки. Но вместе с тем мне очень приятно отметить на сегодняшний день, что 11 районов у нас в области из 19 формируют электронные счета фактуры 100% субъектов хозяйствования. Это очень положительно. В целом по области 90%. Конечно, есть ошибки, есть недовольство субъектов хозяйствования, потому что иногда портал работает плохо, зависает программное обеспечение. Но вместе с тем это временный фактор. Министерство и подрядчики, которые делали это программное обеспечение, они делают все возможное, чтобы портал работал своевременно, чтобы не было нареканий. Но вместе с тем любой субъект хозяйствования в первую очередь должен посмотреть на портал Министерства по налогам и сборам, где электронные счета фактуры, прочитать новости. Потому что там ежедневно формируются, если какие-то изменения в законодательстве, в программном обеспечении, там сразу же именно на портале указываются те изменения, которые произошли. И субъект хозяйствования может немедленно внести изменения в электронные свои счета фактуры, в порядок их заполнения, в порядок аннулирования и так далее. Но вместе с тем, конечно, безусловно, этот камеральный контроль позволит не допускать излишнего возврата средств из бюджета в виде налога на добавленную стоимость. То есть начатая работа будет обязательно продолжена? Конечно. Ну что ж, идет уже 22-я минута нашего прямого эфира. Я напомню телезрителям, что мы ждем ваши смс-вопросы и сообщения на Viber по номеру телефона 145-1040. Еще раз номер телефона 145-1040. И в оставшиеся 8 минут нашего эфира давайте мы следующий блок вопросов возьмем уже, касающийся непосредственно физических лиц и, в принципе, иных, наверное, налогоплательщиков. Ну не знаю, может быть, это перспектива далекая, может быть, и совсем близкая. Но хотелось бы у вас уточнить, расспросить вас по тем шагам, что будет делать налоговая инспекция на встречу к налогоплательщикам. По отношению их взаимодействия с налогоплательщиками. Возможно ли когда-то наступит тот час, тот период времени, когда любой, кто переступит порог налоговой инспекции, получит максимум компетентной информации, абсолютно быстрое обслуживание. И вот это вот посещение налоговой инспекции останется для двух сторон обоюдовыгодным и полезным. Что планируется сделать в нашей стране и в регионе, в частности, для того, чтобы взаимодействие инспектора и налогоплательщика было действительно эффективным и действительно полезным? Вы знаете, я хочу сказать, в части администрирования налогов очень много делается. И мне приятно очень отметить, что 75% плательщиков сдают декларации в электронном виде. И они уже поняли преимущества этой системы. Конечно, безусловно, стопроцентный эффект будет тогда, когда 100% все будут задавать декларации в электронном виде. Но вместе с тем, вот эти плательщики имеют личный кабинет. Они могут посмотреть в электронном виде весь учет начисления их платежей, переплаты, задолженности по налогам, в электронном виде задать вопрос, в электронном виде получить ответ и так далее и тому подобное. Кроме того, я хотела бы сказать, что вот начинается теперь кампания по начислению имущественных налогов граждан. Есть такой электронный сервис, как личный кабинет физического лица. То есть бесплатно физическое лицо может, придя в налоговую инспекцию, написать заявление, получить идентификационный номер, пароль и сам может войти через любой мобильный телефон на портал министерства и увидеть свои налоги, которые начислены данному физическому лицу. То есть вот те налоги, земля, недвижимость, которые будут начислены физическим лицам, он увидит сам в своем мобильном телефоне. Поэтому я хочу сказать, что 7% на сегодняшний день физических лиц уже зарегистрировались в личном кабинете. И это очень удобно. Я призываю вообще всех физических лиц. Для того, чтобы снизить государственные расходы на конверты, сегодня высылать вот эти извещения по имущественным налогам, сегодня каждый человек может сам увидеть свои начисления налогов. Поэтому всех призываю. Значит, прийти в налоговую инспекцию, тем более, что эта услуга оказывается бесплатна. То есть можно прогнозировать, что, может быть, не в ближайшем, но все-таки в перспективе, в коридорах налоговых инспекций не будет посетителей. Все будет происходить дистанционно в виртуальном пространстве. Я хочу сказать, что мы переследуем такие цели, безусловно, потому что, конечно, международные эксперты, когда подводят итоги условий развития бизнеса, в первую очередь отмечают, как сдаются налоговые декларации. Это очень важно. Как я уже говорила, что сегодня о нашей Беларуси знают только тогда, когда действительно прогресс во всем. И в экономике, и в политике, и в налогообложении, и в условиях ведения бизнеса. Ну и если остается у нас с вами чуть более четырех минут, я бы хотела, наверное, поднять этот вопрос. Сегодня граждане обязаны уплачивать налог сумм, отдолженных, взятых не у близких родственников, на, например, какие-то крупные приобретения, крупные покупки. О чем надо в этой связи помнить любому, кто одолжил такие средства. И, в принципе, как налоговым инспекторам становится известно, что определенный гражданин взял у определенного другого гражданина определенную сумму денег и совершил вот такую покупку. Ну, что хотела бы в связи с этим сказать, что мы продолжаем эту работу постоянно по истребованию декларации о доходах и имуществе граждан. Но вместе с тем хотела бы сказать, что с 15 июля внесены изменения в закон о декларировании о доходах и имуществе. И там уже четко прописано, что если гражданин допустил покупку свыше 250 базовых величин, то у налоговой инспекции сразу же могут возникнуть вопросы. Откуда источник дохода? Это 5 750 рублей на сегодняшний день. 250 базовых величин. 23 рубля у нас сегодня базовая величина. Поэтому, безусловно, я хочу сказать, что мы продолжаем эту работу. И сегодня у нас мы истребовали почти 500 деклараций за 4 месяца. У 352 лиц мы истребовали декларации, да начислили подоходный налог. Вместе с тем, конечно, безусловно, представляя декларации, в источниках очень частные являются заемные средства, которые как бы уже заем этот погашен, но вместе с тем мы направляем запросы во все государства мира. Сегодня нам приходят ответы, где в отдельных ответах не подтверждаются те займы, которые указали физические лица в декларациях о доходах и имуществе. Но я хотела бы сказать о положительном моменте тех изменений, которые вступают в силу с 15 июля. Согласно вот этих изменений, если физическое лицо, особенно государственные служащие, указали неправильно какие-то сведения в декларацию, и они в большую или меньшую сторону, не более 20%, то в данном случае лица освобождаются от административной ответственности. Это очень важный момент. Ну и кроме того, хотела бы сказать, что уменьшится срок проведения проверки вот этой декларации. Она будет исчисляться в течение 30 дней. Это очень важный момент, потому что очень часто физические лица вот я забыл и носят на протяжении полгода, а то и года еще документы, подтверждающие то, что доходы или расходы. Поэтому, конечно, безусловно, вот это положительный момент. Поэтому все должны об этом знать. То есть налоговой инспекции известно все? То есть ничего случайного не бывает, потому что на сегодняшний день налоговая инспекция располагает более 5-10 информационными базами данных. И, конечно, если приобрели покупку, то мы будем, конечно, безусловно, знать. Ну что ж, очевидно, что разговор можем мы продолжать с вами по налоговой теме бесконечно, но время, отведенное на эфир, сегодня уже завершено. Вам огромное спасибо за интересную, актуальную беседу. Я надеюсь на скорую встречу в этой студии еще. Наших телезрителей я поблагодарю, что это время вы провели вместе с нами. И всем нам сегодня пожелаю приятного телевечера. Редактор субтитров А.Семкин